Знаете ли вы, что зав ЕГЭ по английскому языку вы можете стать журналистом, юристом, политологом, художником по костюмам, дизайнером, туроператором, преподавателем, переводчиком и массой других специальностей? Я предоставлю вам 10 факультетов, которые требуются ЕГЭ по английскому языку и список профессий к ним. Возможно, вы встретите что-то близкое именно для себя. Первое на сегодня это переводы периода видения, а именно переводческая специальность. Срок обучения 5 лет, очная, специалитет, вступительный экзамен необходимый, русский, иностранный язык, именно английский, литература или история в зависимости от вуза, в который вы поступаете. Будущие профессии. Кем вы можете стать, поступив на факультет перевод и переводовидения? Итак, пиар-менеджер, гид-переводчик, дипломат, журналист, международник, корректор, переводчик, переводчик-референт, переводчик-синхронист, пресс-секретарь, учитель иностранного языка. Вот такой список профессий. Педагогическое образование. У меня это был факультет теории и методики преподавания иностранных языков и культур. Собственно, уровень образования бакалавриат, я училась на специалиста, вступительные экзамены общества, русский язык и английский, соответственно. Будущие профессии. Воспитатель, инспектор отдела по делам несовершеннолетних, педагог коррекционный, а также, конечно же, учитель иностранного языка. Дальше. Востоковедение и африканистика. Очень популярный теперь факультет. Уровень образования бакалавриат, вступительные экзамены русский, история, география или английский язык в зависимости от факультета. Будущие профессии. Искусствовед, корректор, культуролог, лингвист, музейный работник, всегда читала, переводчик, редактор и языковед. Выбирайте. Это такие теоретические специальности, но у них есть тоже поклонники. Далее. Гостиничное дело для экстравертов, которые, кстати, большинство людей, которые с удовольствием общаются и им легко дается коммуникация. Уровень образования бакалавриат. Также вступительные необходимые для гостиничного дела русский, общество, иностранный язык или история в зависимости от факультета. Будущие профессии. Кем вы можете быть? Администратор, менеджеры различных салонов красоты, то есть те, кому нравится администрирование, те, кому нравится стоять, общаться, давать какую-то информацию полезную людям вам сюда на гостиничное дело. Также менеджеры по работе с клиентами, переводчики, секретари, туроператоры, управляющие отеля. Все, что связано со сферой гостеприимства, все welcome. Это вам сюда. Дальше. Издательское дело здесь тоже. Нужен ЕГЭ по английскому языку. Уровень образования бакалавриат. Вступительные русские общества, иностранные языки или история в зависимости от факультета. Дальше. Будущие профессии. Журналист. Издатель. Литературный критик. Литературный редактор. Технический редактор. Художественный редактор. Следующая. Политология. Бакалавриат. Уровень образования вступительный. Русский. История, общество или английский в зависимости от факультета. Будущие профессии. Государственный служащий. Дипломат. Политический аналитик. Политолог. Политтехнолог. Препод. Дальше. Документы ведения и архивоведения. Для таких усидчивых людей. Кропотливых. Уровень образования. Также бакалавриат. Вступительные экзамены русские. История общества или иностранные в зависимости от факультета. Будущие профессии. Библиотекарь. Документовед. Историк. Историк-архивист. Музеолог. Помощник руководителя. Офис-менеджер. Секретарь. Пресс-секретарь. И специалист кадрового дела производства. Далее. Восьмой пункт. Правовое обеспечение национальной безопасности. Уровень образования. Специалитет. Вступительные экзамены. Русский. История общества знания или английский язык. В зависимости от факультета. Будущие профессии. Адвокат. Дознаватель. Криминалист. Нотариус. Полицейский. Правовед. Прокурор. Следователь. Специалист по национальной безопасности. Судебно-медицинский эксперт. Судебный пристав. Судья и юрист. И везде нужен английский. Конфликтология. Следующая специальность. Уровень образования. Бакалавриат. Вступительные экзамены. Стандартное русское общество. Английский. Будущие профессии. Дизайнер. Изделие из металла. Иллюстратор. Имиджмейкер. Костюмер. Модельер. Конструктор. Технолог-отелье. Художник-костюм. Стилист. То есть, это более творческая специальность. Такой огромный спектр профессий, которые, казалось бы, ну, при чем здесь английский? Кажется, английский это только для преподов и для переводчиков. А нет. Друзья, очень важно, выбирая факультет, куда вы планируете поступать, и в вуз, смотреть на возможные специальности. А именно, кем вы будете после института. Не так важно, какое название факультет носит. Важнее, куда вы далее сможете устроиться на работу. Какими навыками вы будете обладать после выпуска из университета. Потому что на работе мы проводим очень много времени. И важно, чтобы это вам нравилось, было по душе. Обязательно почитайте подробнее о каждой профессии, название которой, возможно, просто название вам понравилось и заинтересовало. И вы захотите почитать об этом поподробнее, обязательно сделайте это. Не выбирайте вуз по остаточному принципу, ай, куда взяли. Чтобы работа стала вашим делом жизни. Я за осознанный выбор профессий. Смотрите мне в комментариях, кем бы вы хотели стать. О какой профессии вы мечтаете. И мечтаете ли вообще кем-либо стать. Мне будет очень интересно узнать об этом. Ну и 100 баллов за ИГ тебе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok